С кем? Это Россия, я как помню. Да. Мне 47 лет, тебе сколько? 18. 18. Тебе еще не призвали в армию, да? Пока что нет. Собираешься в армию? Да. И тебе понравится, что твоя родина тебя отпустит на чужую землю, там, погибнуть? Или убить кого-то другого? Но не на своей земле, а на чужой земле. Тебе это хочется? Месс придется. А зачем тебе придется? На тебя, кто нападает на твою родину? Кто-то вторгся от твоей родины? Не, я понимаю, что вот кто-то на тебя нападет на твою родину, и тебе придется как защитнику, как защитнику придется отстаивать свои права на своей земле. Но я тебе сказал, что тебя призовет армия, и тебя пошлют на чужую территорию убивать чужого народа и сам там погибнуть. И тебе сказал, мне придется если. А зачем тебе придется? Тебе надо это? Идти на чужую землю и там убивать его в своем доме. Стрелять в него. На его же земле. Тебе это надо? Ну, если такой приказ будет, то, да? Приказ чего? Убить чужой народ на его территории? Защищать свой народ. Нет, защищать свой народ надо у себя защищать, а не на чужой территории. Он не твой народ, он чужой народ. Он живет у себя на родине. И как бы он к тебе не врывается, не убивает твой народ, чтобы ты его защищал. А почему ты к нему идешь убивать всего народа? А вот его человек, который будет от тебя защищать свою родину, он кто получается, по-твоему? Как так его народ называют? Таких людей как называют на своей земле, которые защищают свой народ у себя? Как их называют? За-щи-т-ни-ки. Правильно? Защитники, правильно? А ты кто получаешься тогда, если он защитник у себя дома? Ты кто получаешься? Чёртный. Правильно. И ты хочешь быть в таком государстве, жить в бедном государстве, где твое мнение никому не интересно, и никто не спрашивает, тебе надо или твоей матери надо, чтобы тебе в цинковой гробе притащили бы и сказали бы, как собака погиб от пули защитника. Тебе это надо? Какая спецоперация сейчас идёт? Какая спецоперация идёт? Где? По Украине, с России. Ты знаешь, вот смотри, ты не служил, а я ветеран войны в Грузии, я против России два раза воевал. Вот что мне интересно? Ты вообще знаешь, что значит спецоперация, и кто её проводит, и сколько его человек проводят спецоперацию? Знаешь? Проводят, есть такие спецоперации на чужой территории, но знаешь, кто и сколько их? Ты знаешь это? Нет, смотри, минимум это пять человек, максимум десять человек, их чем меньше, тем лучше, потому что их менее заметно. Это элитные части, которые как диверсанты, тихоря, тихоря заходят на чужую территорию, тихоря, и там делают своё дело ради интереса своей родине, и выходят. Это спецоперации, там, по уничтожению какого-то лидера, там, или взять в плен какого-то языка, перетащить сюда, то есть, или как что-то там взорвать, там, какую-то станцию. А 200 тысяч человек живой силой, несколько тысячи техники, и несколько сотен авиации, артиллерии, ракеты, дальние и близные, и бомбят города, убивают детей, женщин. Это что за спецоперация называется? Ты можешь мне объяснить? Что это за спецоперация? Это называется вторжение война, кстати. Такими крупными силами спецоперации не проводят. Такими крупными силами можно провести спецоперацию у себя на территории, скажем, вот, пример, пример. Если у вас там наметку, сюда смотри, я тебе что-то объясняю, наметку смотри. Вот если в России там, если в России там какая-то группа террористов, там какая-то банда у вас бегает, там, или какая-то опасность есть, да, там военные силы участвуют по уничтожению этих террористов у себя на родине. По всем количеству даже можно авиацию использовать, бомбить этих террористов. Но, когда 200 тысяч живой силы, несколько тысяч техники, авиации, артиллерии, ракеты, ракеты, которые бомбят детские дома и на роддомы, и, как его, церкви, это не спецоперация. Это война, вторжение. Тогда получается, что Гитлер тоже спецоперацию проводил в России, в Советском Союзе. Так получается. Знаешь, почему он проводил спецоперацию тогда Гитлера? Вы же его называете вторая мировая флага Россия. Что? Что? А почему вы заняли эту флагу России? Не понял. Почему заняли эту флагу России? Ну, я тебе объясню, я тебе сказал, ты на меня прослушал, что я лично, когда мне было 17 лет, Россия напал на мою родину в Абхазии, где жили мои родственники. И мне, с этим пацаном, вместо того, чтобы футбол гонять и петь грузинские песни, романсы под окнами девочек, мне пришлось взять оружие в руки, пойти защищать свою родину от вот таких, как ты, сказать, чертей. И перед моими глазами погиб мой старший брат там. Я получил инвалидность. Как я дома себе поставлю флаг Гондона России, скажем, если он пришел, мой народ убивать. Кстати, он в Абхазии убил 50 тысяч мирных жителей в Абхазии. А 350 тысяч он изгнал оттуда. Сейчас там стоит твоя долбанная армия с русским флагом в Абхазии. И обратно не пускает гоним их грузин. Потом российская армия напала в 2008 на грузин. Уже в другом области. Это называется внутренний картрин. Ну, Цхинваль. Там убил 600 мирных жителей за 5 дней и прогнал 125 скоренных жителей. И там тоже мне пришлось воевать. А мне это надо, скажи? У меня нет, что тебя задействовали сами. Что? Они же не сами действуют от этого приказа. Нет, я понимаю, но ты сказал, почему у тебя флаг российский дома не лежит. А я тебе еще говорю, зачем мне флаг Гондона России, который убивает мой народ. Вот зачем мне этот флаг? У меня за эти флаги, которые в трудную минуту были рядом с нами. Это ингуши и украинцы. Они не побоялись стать рядом с грузинами. Поэтому у меня дома гордо лежит. Если бы Россия помогала бы Грузии, тогда и сзади меня был бы российский флаг с уважением, скажем, как братскому народу. Но не забывай, что вы себя называете христино-православными, а мы с 4 века христино-православные. И вы убиваете сейчас украинцев и грузин, которые являются христино-православными. А какого хрена, никто не знает. И ты, молодой человек, говоришь, что если мне прикажут, я пойду убью. А если кто-то придет твою маму убить, твоего отца убить, твою сестру убить, тоже у него приказ. А что убить? Ты мой брат? Что ты пришел на мою землю убивать мой народ? А почему ты смеешься? Я тебя снимаю. Я грузинский блогер. У меня есть на ютубе канал, у меня есть и фейсбук. Я тебя снимаю сейчас, я там выложу тебе. Я тебе просто вопрос готов. Тебе понравится, если к тебе придут домой убить твоих родителей? Тоже по приказу. Ты его оправдаешь? Ты его оправдаешь, который убьет твою семью, разбомбит твой дом. Ты его оправдаешь, скажешь, да, он правильно поступил, что у него был приказ. Ты его оправдаешь, я говорю, или нет? Я очень простой. Нет, конечно. Нет, конечно. А зачем ты себе позволяешь? Мой покойный брат, который у меня погиб на глазах в Абхазии, который у меня вырастил, я без отца вырастил, мне брат вырастил. Ты знаешь, что он мне такую вещь один рассказал. Я тебе, говорит, научу золотое правило в жизни. Я говорю, какое? Он говорит, никогда так не поступай с другими, как бы не хотел, чтобы с тобой поступали. Ты говори, что да, если будет приказ, я пойду, буду убивать любого на его земле по приказу, но тебе не нравится, что с тобой так поступят. Тогда почему ты себе позволяешь такое, если ты думаешь, что это плохо и не оправдываешь? Если ты себя оправдываешь, почему ты его не оправдываешь, что он твой дом разнесет просто-напросто? Тогда я могу похлопать Гитлеру, Наполеону, монголо-татарам, что они душегубы вас убивали. Это они правильно поступали. У них тоже приказ был. Приказывал какой-то хан или какой-то Гитлер, какой-то Наполеон. У вас понимания справедливости нету такого чувства, что если я не позволю никому убить свой народ на моей земле, почему я должен к нему домой прийти и его убить? Потому что это нужно Путину, хуйло, или какому-то еще генералу, зажравшему все. Пузатому генералу нужно. А дети пузатых генералов воюют в Украине сейчас? Или дети Путина воюют, или Лаврова от этого? Ты знаешь, что Лавров, он армянин, он из Грузии. Он в Дбилисе жил. Но потом переделал фамилию и себя записал как русский. Он армянин этот, Лавров. И ты знаешь, что дочь Лаврова живет в Европе, в Америке, имеет гражданство Америки. Вот Лавров, который вам говорят, что Америка враг, номер один, и его дочка имеет гражданство Америки. И вы еще удивляетесь, почему вас ненавидят русских после всего этого? Я, как помню, украинский народ вашу границу не пересекал, и ваш народ, и ваши дома не взревал. Так же и грузы. Но вы, но вы несколько раз пришли к нам по приказу и убивали наш народ у себя дома. И что ты можешь на это сказать? Если человек какое-то сопротивление оказывал, его тогда могли же поедеть. То есть ракеты, которые... Да, то есть ракеты сказал, что не всех же подряд убивают. То есть 50 тысяч именных жителей в Абхазии это сопротивление женщине и дети оказали, да? Российским оккупантом. Я же не могу сказать. Нет, понимаешь, с самого начала, ты понимаешь, как мы начали разговаривать? Ты очень веселый был, и когда я тебе сказал, что да, я пойду, буду убивать. Мы дошли до этого. То, что сейчас в Украине роддомы разнесли ракетами, и этот, как его... Детские дома разнесли, детские сады, церкви, жилье дома, люди... 40 детей уже погибших в Украине. Ты понимаешь, они еще жизни не надещались. Они еще не надещались жизни. Не нарадовались жизни. И почему-то злая Россия послала туда вот таких пацанов, как ты, приказала стрелять. И они стреляли эти дома. А они при чем были? Они сопротивление дети оказали? Или женщине украинке? Сопротивление оказали? А если даже оказали сопротивление, то они на это право имеют. Они ведь в отличие от тебя свою родину защищают, свою крайничку. А ты чью родину защищаешь там? Или ты уверен, что там, правда, нацисты бегают? Да нет, без разницы. Конечно, без разницы. Тебе же все равно там, сколько детей полегло. В Грузии сколько детей полегло. Тебе же на это наплевать. Ну ты же не человек. Но я же не сказал, что мне это наплевать. Нет, ты так сказал, говорит. Мне это, говорит, неинтересно. Мне, говорит, без разницы. Это и значит. Какие подробности? Да что, кто вымер, сколько? То есть вы этого не знаете? А вам что рассказывают, что там каких-то нацистов нашли с вастиками и их поубивали, да? Освободители российскими. Нам в принципе ничего не говорят. А, в принципе ничего не говорят. Ну, смотри, ты у компьютера сидишь. Интернет в твоих руках. Если у вас еще не отключили пак санкции, то понимаешь, в чем дело? Ты бы нашел бы кадры жуткие. Жуткие кадры. Ты видел, как беременная женщина украинка по лестцам бежит весь в крови? Но она не смотрела. А почему? Посмотрел бы, может, у тебя мозг чуть-чуть по-другому начал бы работать. Может, тебе было бы жалко этой женщине, как мужчина. Она ни при чем. Она пришла рожать. И вдруг ниоткуда появись, прилетела ракета. Ракета данной и ближней дистанции и разнес роддом. И она беременна, на 8 месяцев бежала, и она родила в подвале. Вот эта женщина потом в подвале родила. Этого ребенка даже показали. Ребенок войны. Который родился. Ты знаешь, что когда в 2008-м Тбилиси бомбили, и 12 городов, моя супруга в больнице в роддоме лежала, и мне третьего сына рожала. Ты представь, какое у меня состояние было? А я пошел воевать. А мне это надо, скажи? Мне надо жить спокойно. Я хочу принимать гостей. И даже с Россией, если они будут себя нормально вести. Я ни с кем не хочу враждовать. Но почему-то вам не хочется мирно жить. Вам хочется видеть грузин рабами своими. Нашу землю в Российской Федерации видеть. Вам хочется украинский народ. Кто? Мне все уже это выходит. С твоего разговора ты сказал, что да, если прикажут, пойду убивать. Ты не сказал, что нет, я этого не сделаю. Зачем мне это надо? Я против войны. Я не за войну. Я хочу тоже мирно жить, чтобы меня все уважали. А они как только услышат русские, Россия не говорили, русский корабль, иди нахуй. Мне санкции не ставили, инстаграм не блокировали. Чтобы Кока-Кола не ушел бы, и Макдоналд не ушел бы, чтобы банки, карточки работали везде, чтобы русские выходили туристами в других странах. Сейчас же вы этого не можете себе позволить. А почему вопрос? Почему весь мир пошел против вас? Может проблема вас? У нас грузы иногда, вот пацаны во время разборки шуточно говорят, если 20 человек тебе говорят, что ты паровоз, ты должен изо рта дым выпускать. Ну это как бы шуточно. То есть это значит, что не может быть 20 человек виноватых, а один правый человек. Так не бывает. 20 против одного не убивают. Значит, что-то ваше вина есть. Ты знаешь, когда мне приказали убивать в одном из войне против моего народа, которые были оппозиции, я отказался. Я тогда уже был боевым сержантом. Я отказался. Мне даже наплёс было, что я сяду в тюрьму. То есть дисбат. Но когда офицер меня сказал, говорит, веди из комнаты, я вышел, говорит, подожди возле моей кабинеты. Я там стоял, я в грузовинской армии служил, в разведке. Но когда вышел, открыл комнату, зашли, он меня обнял. Сказал, что единственный человек, который отказался стрелять в свой же народ. А мне наплевать было, даже если я в тюрьму пойду. Я свою честь не терял. Понимаешь? Я бы отсидел бы в тюрьме там 15 лет, не знаю сколько там, 3, 4, 5 лет. Но я свою честь не потерял бы. Я мужчина оттуда вещал бы. А вот пойти пострелять в крови, прийти дам, а потом этой кровной рукой своего сына гладить, твой папа герой, убивал украинцев и грузин. Это как-то жутко. И что я должен своему сыну рассказывать? Что я пришел в Украину поубивать украинские народы, потому что они не хотели с Россией быть. В рабстве. А я их принуждал этому. Грузину убивал. За то, что они не хотят быть с Россией. Смотри, я тебе одевешно расскажу. Я понимаю, я тебе надоел, но я тебе одевешно расскажу. Я родился в 1974 году. Я понимаю твою хмелку. Я понимаю. Эту хмелку еще и несколько тысяч людей увидят. Я родился при Советском Союзе 1974 года. Ровно через 4 года моего рождения, ты знаешь, что в Советском Союзе упразднили грузинский родной язык. Древний грузинский язык упразднили. Нам запрещали в Грузии говорить на этом языке и учиться даже. Мы должны были говорить на русском и учиться на русском. Ты понимаешь, что Россия с нами делала? Чему она нас принуждала? Я не хочу в такой стране жить. Вот как ты сидишь и боишься выйти на улице и написать на бумаге два слова, тебя сразу же поймают за это. Вот просто два слова напиши на бумаге и стань на улице. Тебя сразу ОМУ заберет. А я могу в 2-й свете написать, что мой президент проститутка. Меня никто не тронет. Потому что это свобода слова у нас считается. Я имею право так назвать президента, потому что я так считаю, что это правильно. Просто подойдут меня полицейские, скажут, что скрой этот трафарет, это как бы ты материшься. Лишь только к этому можешь придраться. Но то, что я могу написать, любое слово, что вот уйди отсюда, мой президент, там проваливайте из Грузии, меня никто за это не поймает, не арестует. Стой сколько хочешь и кричи сколько хочешь. А вот если даже видишь на улице, скажешь, что 2 слова так, 2 слова напишешь на бумажке, тебя, опа, цапцарапи, там-ра-дам-та-там-та-там-та-там-та-там-та-рам. Как невестку в Кавказской пленнице, там прямо в камеру, там потом ОМУ-на-то такой, тебе ласточку сделают, или беллебец. И тебе покажут, где Кускина мать живет. Какой ты там 2 слова написал, козлина. Или там казачков, вот этих, ряженых, приташут с нагайками. Поедут по митингу так, с нагайками. И вот тебе и митинг, да. Ты в этой стране живешь. Слава Богу, моя родина уже не в России. Да. Это печально. Печально, что в России вот такой молодежь растет, которые вообще не имеют вот жалости к детям, которые погибают в Украине в грузы. Смотри, вот к тебе вопрос. Ты же россиянин, ты же русский. Так? Так? Да. Ты гордишься своей родиной? То есть, в плане того, что это твоя родина, гордишься? Ну, в каком-то плане, да. Да. А чем ты можешь похвастаться перед другими народом? Вот, что твоя родина подарил миру? Что он, что твой народ придумал? Ну, а смысл хвастаться? Что? Ну, а смысл хвастаться? Нет, ну, как смысл хвастаться? Вот, скажем, когда к нам туристы приезжают, смотри, когда к нам туристы приезжают из других стран, они чему удивляются? Что грузы не поют многоголосые, которые во всем мире никто не поет. Грузы не танцуют очень красиво кавказские танцы. Грузы не придумали, как добивать золото. Грузы не придумали всему миру, как делать вино, потому что только грузины вино принимали, когда сейчас весь мир пьет, к тому же вы говорите, вино это от грузинского «гвино», потому что у вас «гв» нету, а «гвино» знаешь, что значит на русском? Кипеть, то есть когда мы виноград туда бросаем, он потом закипает, а мы получаем сок, спиртной сок, это «дагвенеба», то есть «бродить», от этого и слово «гвино», «бродящийся», вот вы и говорите наше слово «вино», просто без «гв», у вас «гв» нету. Грузины придумали, как зерно сажать, грузины первые начали ковать сталь, то есть смотри, сколько мы можем хвастаться грузинами, другими народами, показываться, и также другие народы могут показываться. А вот мне интересно, что твоя родина и твой народ всему миру подарил. Таней Мамет, Россия выпускает компьютер? Я не сверну за несколько. Нет, нету российских компьютеров вообще нигде. Мобильники выпускают в России? Тоже нету. Кто? Вряд ли. Если выпускают, они будут. Тоже нету мобильников. Одежду брендовую не выпускаете, машины нормально не выпускаете, все у вас заграничное. Даже вот это кресло, в котором ты сидишь, тоже заграничное. Это не в России сделано. Сейчас, где ты на меня смотришь, в компьютере. Это тоже заграницей собранный компьютер. Мобильник, который у тебя есть, это тоже заграницей собранный. Даже Корея, Корея выпускает компьютеры, машины и мобильники. Корея. Вы не можете выпустить. Чем ты можешь гордиться за свою родину? После того, что вы нападаете? И даже воевать не умеете. 21 день не можете захватить ни один город в Украине. Уже 13 800 человек там полегло ваших. Просто уже ребята погибли ни за что. Потому что им приказали, как ты сказал, прикажут, пойду. У тебя вот эмблема, я вижу, двухкорловая. Я понимаю, это какой-то юропатриот, да? Ура, крем наш, да? Повторим, да? 41-45, да? Что вы повторите? Вы знаете, сколько людей погибло во втором мировой войне? 30 миллионов. Вы это повторите? То есть вам не жалко своего народа? Вместо того, что скажете... Ну, это дебилижи у вас там есть. Каждый цивилизованный, нормальный человек говорит, нет, не хочу войны, я это не хочу, это трагедия больше. А у вас почему-то, когда идет победобестие, вы вот эти, так называемые, георгиевские ленточки, во-первых, какое они отношение имеют к 9 мая? Это георгиевские ленточки, это Российская империя. Они никакого отношения к безбожному Советскому Союзу никакого отношения не имеют. Какое дело имеет Святой Георгий к безбожному коммунистическому Советскому Союзу? Я не понимаю. Они же сказали, Бога нет, это опиум для народа. Тогда была гвардейская ленточка, кстати, а не георгиевская. Гвардейская ленточка. Но хрен с ним. Вы же его везде вещаете там, на тапочки там, на труселя там, везде там, банточки делаете. А вот там очень многие пишут на машинах, мы можем повторить 41-45-й. То есть еще положим 30 миллионов. Что вы можете повторить, вы вот Украину не можете захватить? Слава Богу. Украинцы показали, что они истинные славяне, русичи, воины. Показали. Что-то вы плохо воюете, ребята. Ты видел этих молодых пацанов? Они... Им по 80 лет. Ты видел, как украинцы кормили пленников? Женщины, мужчины, как... Молодых пацанов кормили пленников. Из руки кормили. Из руки кормили. У него была израненная рука, а женщина так ему в рот сует булочку. Он кушает. Вам смешно, да? А вот его спроси, ему смешно там? Вы не люди, вы неандертальцы. Даже животные. Вот у меня дома как испанелы, собака. Когда она слышит, что собака скулит, даже она страдает от этого. А я вам сейчас сколько вещей рассказал, ужасных. Про вашего пленного пацана, которого украинка кормила, там раненого. А вы тут смеетесь. Это что подохлоби-то Россия ваша. Вы не имеете права жить. Вы зло. Вы вокруг себя приносите зло. И себе зло приносите. И нам, и всем. Чтобы сдохла бы ваша Россия. Понимаете? Вы два миллиона положите, для вас это не трагедия. Это для вас мясо пушечное. И еще у вас там есть такой, знаешь, мудрость. Ничего, наши бабы нарожают еще защитников. А вы знаете, когда у нас погибает один грузин, защитник, это для нас трагедия целая. Потому что хороший человек умеет. Когда в Украине погибает казачок, защитник своей родины, славянин. Это трагедия всего украинского народа. Потому что достойный человек погиб. Вам даже своих 2-3 миллиона не жалко. Потому что вы их за людьми не считаете своих же. Извини, да, в Норд-Осты кто поотравил несколько сотен семей? Что, украинцы грузы не поотравили ваш народ семьями в Норд-Осты? Это не Путин хуйло их поотравил и убил. Детей, матерей, отцов. Целыми семьями там вымерли. В зале. А когда Курск потонул, атомный подводный корабль, ребята 2 недели там дышали. Их могли спасти. Их могли спасти. Европа предлагала помощь. Норвегия, Дания, Швеция предлагала помощь. Говорит, у нас есть этот, опустимся вниз, достанем ребят. А что Путин сказал? Нам не надо. Великая Россия сам своих спасает, никого не бросает. Две недели пацаны дышали, а потом у них воздух закончился. А когда его спросили, что случилось с Курском, он говорит, потонул. А кто в Беслане осетинских детей и матерей, родителей, учителей расстрелял снаружи? Разве не ваша 58-я армия? А кто Чечню сравнил с землей? Своих же граждан? 350 тысяч чеченцев. Кто уничтожил? Не твоя Россия. Ну, дальше живите этим грехом. Я просто знаю, что карма, она недалеко уже. Карма уже подкрался к вам. Бумерангов вернется. Два животных. Я до них доношу, а они лебятся. Я говорю, ты пошел бы стрелять. Был бы приказ, пошел бы стрелять. А если бы приказ дали, пришли бы к тебе, твою семью разбомбить убийцу. Тебе понравится? Говорит, мне не понравится. А почему-то по этих...